Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Евгений Артурович Пронкин, врач-уролог, кандидат медицинских наук, заведующий урологическим отделением Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России клинической больницы 123. Здравствуйте, Евгений Артурович! Добрый день! Очень рада видеть вас снова в нашей студии. Тема нашей сегодняшней передачи – мочекаменная болезнь. Я знаю, что в вашем центре появилось уникальное оборудование. Хотелось бы сегодня поговорить об этом, ну и, конечно же, более детально о самом заболевании. Это актуальное заболевание, которое встречается часто. Оно связано с образованием конкрементов в почках, которые могут приводить к осложнению мочекаменной болезни, к ее проявлению. Это почечная колика. Почечная колика – это семаптомокомплекс, когда один из конкрементов выходит в мочевыводящие пути в мочеточник, нарушается отток мочи, что в конечном сочете приводится к болевому синдрому. Почечная колика – это достаточно грозное заболевание, которое характеризуется не только наличием сильного болевого синдрома, но также у пациентов может повышаться тем аппаратура, аз, но быть. Это уже переходит в более грозное заболевание, которое называется пилонефрит – воспаление почки. Тогда пациенту требуется неотлагательная хирургическая помощь, безотложная. Поэтому у нас в клинике появился аппарат для дистанционной литотерепсии. Что это такое? Это такая совершенная установка, которая позволяет проводить дробление камней дистанционно. Не только в почке, но и в мочеточнике под контролем ультразвука, либо под контролем теногена. Насколько безболезненна эта процедура? Эта процедура намного безболезненнее, чем оперативное лечение, связанное с эндоскопической хирургией и тем более с открытой хирургией. Лечение проводится под местной анестезией. Пациентам не требуется дополнительного обезболивания. Это лечение эффективное, которое позволяет дробить конкременты дистанционно на небольшие фрагменты, которые выходят самостоятельно с помощью медицинских репаратов, которые пациенты получают после дробления. Получается, твердость камней ведь разная? Да, совершенно верно. Но практически все они подвергаются дроблению. Безусловно, есть технические особенности, которые заключаются в размере конкремента, в его плотности, в его местоположении. Но если это конкремент размером до 2 сантиметров, который находится в мочевыводящих путях, то вот он, скорее всего, будет успешно дезинтегрирован и сможет выйти по небольшим фрагментам. Но, опять-таки, эта ситуация, она носит характер индивидуальный. С чем связано появление камней и какие условия вызывают образование камней в почках? Нарушение обменных веществ, качества питьевой воды, оно, безусловно, играет негативное влияние на процесс камнеобразования. И большинство пациентов обращаются с проблемами мочекаменной болезни в той ситуации, когда им уже нужна лечебная, а порою даже и хирургическая помощь. Как тогда распознать эту болезнь на ранних стадиях и вовремя обратиться за помощью к специалисту? Какие симптомы должны указать пациенту на то, что есть проблемы в мочеточниках? Есть проблемы в почках? К сожалению, эта болезнь, она достаточно сокрытая. Вот, допустим, сегодня к нам в клинику поступил пациент с камнем в полтора сантиметра, который находится в мочеточнике. И пациент не чувствовал атаки почечной колики. Совершенно случайно в ходе планового УЗИ был диагностирован такой большой конкремент, который нарушал отток мочи из почки. И пациенту сегодня же будет выполнено дистанционное дробление этого конкремента. Что касательно процесса диагностики, то необходимо выполнять УЗИ почек раз в год для того, чтобы оценивать ситуацию по количеству конкрементов, по их размеру и по местоположению. Лучше всего это проводить на качественной аппаратуре у хорошего специалиста. Сколько требуется сеансов на непосредственно вашем оборудовании, чтобы полностью раздробить тот или иной камень и облегчить жизнь пациентов? Обычно 1-2 сеанса требуют для того, чтобы это производить, произвести. Ну, все опять-таки индивидуально, все зависит от размера конкремента, от его плотности, как вы уже сказали. Но я хочу подочеркнуть, что нахождение пациента в стационаре не обязательно. Пациент может получать дробление как процедуру в условиях дневного стационара. То есть он переходит на сеанс дистанционной литотрепсии, после чего мы его наблюдаем в течение 2-3 часов и отпускаем домой. Чем опасно движение камней? Движение камней, как я уже сказал в начале, опасно появлением нарушения оттока мочи из почки, что может приводить к серьезным воспалительным осложнениям, таким как пилонефрит, острый обструктивный пилонефрит, что порой приводит к карбункулам и даже к абсцессам почки. Поэтому на фоне обычной почной колики бывают такие ситуации, когда человек сталкивается с очень тяжелыми хирургическими проблемами и болеет достаточно долго. Если с вами приключилась почная колика, надо обязательно проблему решать и быть под активным наблюдением специалистов. Казалось бы, когда тот или иной камень, например, у пациентов возникает, его дробят, он выходит, все, почка осталась без камней. И через какое-то время снова появляются камни. С чем это связано? Почему они появляются снова и снова? Казалось бы, их ведь убрали уже. Ну да, но вы же продолжаете принимать ту же самую воду, вы живете в таком же как бы ритме, как и были. Что бы вы тогда порекомендовали все-таки? Есть такое понятие, как называется метафилактика мочекаменной болезни. Суть ее в том, что если вы знаете состав вашего камня, то вы можете подобрать специальную диету, принимать специальные препараты, которые снизят риск развития мочекаменной болезни в дальнейшем. Есть лаборатории, которые исследуют конкременты на состав. У нас сегодня в студии вы пришли не с пустыми руками, но вы пришли с камешком. Я пришел с камешком. Он привел к почечной колике у пациента. Пациент поступил с почечной коликой. Он до этого находился в другой клинике, но решил продолжить лечение в нашем сатационаре. И мы его уже готовили к дроблению на сегодняшний день. Но вчера вечером он отметил самостоятельное отхождение конкремента на фоне той терапии, которую мы проводили в сатационаре. В принципе, вот этот уже образец может быть отправлен на исследование в лабораторию. И пациенту дадут заключение, какого характера камни образуются в его почках. Какие бывают камни? Можно ли они положить? Камни по составу четыре основных разделения. Камни являются оксалаты, ураты, фосфаты. И необходимо сказать, что только одни из них подвергаются литолизу. То есть, пациент может принимать специальные препараты, которые позволяют камни разрушать под действием лекарственных веществ. Но длительность такой терапии составляет обычно 2-3 месяца. И такие конкременты называются у-ра-ты. А все остальные все-таки это дробление, либо уже хирургическое вмешательство? Конечно, оксалаты, фосфаты, цистиновые камни, все они подвергаются исключительно контактному дроблению, либо дистанционному дроблению. Но этим вопросом необходимо интересоваться, когда у вас уже есть камушек на руках. То есть, вы его достали, поймали или как-то еще и обогатились из своего организма, будем называть. Но самое главное – понимать природу этих камней, и тогда уже можно остановить их образование снова. Да, конечно. То есть, если вы измените образ жизни, если вы измените свое питание и будете полностью выполнять все рекомендации врачей, то, в общем-то, успех гарантирован. Успех гарантирован. Я опять-таки повторюсь, что аппарат дистанционной литотрепсии, который мы получили в клинику, он один из самых новейших в Москве. Он буквально выпущен в этом году. Он обладает всеми возможностями для дистанционной литотрепсии, конкрементов всех типов. Евгений Артурович, спасибо вам огромное за интересную беседу. Надеюсь, что сегодня мы ответили на многие вопросы наших телезрителей. Мария, спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!